Весенней погоды в Череповце, несмотря на календарь, еще не пахнет. И пусть днем солнышко немного греет, ночью сильно подмораживает. Отсюда извечная проблема городских улиц и дворов – гололедица. Снег тает, как бы, все убирается, но все равно это все замерзает, все зависит от погоды. Как бы, не знаю, это очень плохо. Надо долбить как-то тракторами, чистить, что-то сыпать, не знаю. Это очень плохо. Я сейчас шла, так я чуть не подскользнулась. Мы вот живем в северном микрорайоне, ну, очень плохо убирают. Ну, реально, вот, особенно сейчас такая погода, хотелось бы, конечно, лучше. Скользко, лучше, это же всю ночь замерзает, утром не знаешь, как идти. Вот где асфальт чистый, может быть, там быстрее тает, там хорошо ходить. А так вот по льду, конечно, очень сложно. Нужно вот где лед, ничего не посыпано. В большинстве мест, у меня сын ногу сломал 5 марта возле своего дома. Ну, теперь на костылях ходит по квартире. Ушибы, растяжения, вывихи и переломы. С последствиями уличных падений в городской травмпункт с начала марта обратилось больше 200 череповчан. Врачи оказались готовы к такому наплыву и критической ситуации не считают. Вот за этот период, я считаю, это в пределах средне допустимо. Как, в общем, усиление травматизма сейчас мы не наблюдаем. Ну и молодые травмируются, но в основном у них легкие травмы по сравнению с пожилыми контингентами. Потому что возраст накладывает свой отпечаток, у них идет полный перелом. А молодые отделываются растяжением. Тем временем коммунальные службы заявляют о борьбе с наледью. Проблемы остаются в основном во дворах. Но и там управляющие компании, по мнению департамента ЖКХ, оперативно реагируют на замечания комиссий. Посыпают и счищают ледяную корку. Что касается тротуаров и проезжей части, там наледь вывозится тоннами. В связи с продолжением перепадов температур с дневного времени на ночное время продолжается обработка улично-дорожной сети противогололюдными реагентами. В частности, за прошедшую неделю было израсходовано 432 кубических метров пескосоляной смеси. И также производится обработка жидкими хлоридами. Они используются как на тротуарном покрытии, так и непосредственно на проезжей части. За прошедшую неделю было израсходовано 235 кубических метров жидких хлоридов. До наступления постоянной теплой погоды и врачи, и коммунальщики советуют горожанам аккуратнее выбирать маршрут и с осторожностью идти по снегу. Под ним может скрываться наледь. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.